Если вы когда-нибудь выходили из своего дома босиком и ловили себя на мысли, что ловцы собак снова вышли на улицу, только для того, чтобы понять, что крик, который вы слышите, доносится из школы напротив, вы, возможно, были удивлены, узнав, что шум был вызван пожилой учительницей, которая пнула собаку, маленький щенок. Иногда трудно поверить, что кто-то может быть настолько бессердечным, чтобы так обращаться с маленьким щенком. Если вы оказались в ситуации, когда столкнулись с собакой, с которой плохо обращались, важно понимать, что чрезмерный лай, преследование человека по пятам и убегание часто вызваны тем, что собака пытается привлечь к себе внимание или удовлетворить другую потребность. Поэтому очень важно относиться к собаке с заботой и состраданием, один из способов остановить убегающих собак – это занять позицию сильной уверенности и лидерства. Когда дело доходит до чрезмерного лая, вы должны игнорировать его и вознаграждать за то поведение, которое вы действительно хотите поощрить. Собаки – умные животные и часто выбирают одного человека для подражания, потому что этот человек выполняет все, что ищет собака. Иногда именно основной воспитатель кормит, выгуливает и играет с собакой, в других случаях это человек, который чаще всего раздает закуски. В случае с маленьким щенком, которого выгнали из школы, ясно, что он просто хотел нежного прикосновения и чтобы кто-нибудь поиграл с ним. К счастью, один добросердечный человек нашел его и приютил. Назвав его Каном из-за его огромных лап, Кану показали, что не все люди плохие, и в конце концов он нашел счастливый дом с любящей семьей. Важно помнить, что собаки, как и люди, заслуживают любви и заботы. Плохое обращение с ними может привести к долгосрочным последствиям и всегда лучше относиться к ним с добротой и пониманием. Если вы когда-нибудь столкнетесь с собакой, с которой плохо обращались, обязательно примите меры и обеспечьте ей любовь и заботу, которых она заслуживает. Продолжение следует...